Июльский полдень золотой, сияет так светло, В неловких маленьких руках упрямится весло, И нас течение далеко от дома внесло. Безжалостный день, в жаркий день, в такой сомливый час, Когда бы только подремать, не размыкая глаз, Вы требуете, чтобы я придумывал рассказ. Давным-давно в городе Лондон жила девочка по имени Алиса. По воскресеньям она ходила к доктору. Не то, чтобы она считала это необходимым, Но доктор сказал, что если она не будет у него лечиться, Ей придется жить в приюте для умолешенных, А это, согласитесь, намного хуже. Как всегда, в начале ее беседы доктор спросил, «Алиса, как у нас сегодня дела?» И у него начали сниться кошмары, Сказала Алиса. Доктор, понимающий, гивнул, «Расскажи мне об этих кошмарах». Я в нашем старом доме, я кашу камин, Но в нем остается тлетерно бревна. Внезапно из него разгорается пламя, Оно вырывается наружу, повсюду огонь. Я задыхаюсь, мама, папа, все погибнут. Я знаю, что это все из-за меня. Ну-ну-ну, успокойся, это же всего лишь сон. Это не сон, это воспоминание, Сказала Алиса. Тебя угнетает твое чувство вины, Сказал доктор. Как ты смеешь, я ни в чем не виновата. Позволь мне помочь тебе, Сказал доктор вкратчиво. Забудь обо всем и вернись в страну чудес. Да, страна чудес разрушена. Я так хочу туда вернуться. Вы ничего не понимаете? Туда нельзя возвращаться. Доктор посмотрел на нее очень пристально И сказал, Ах, Алиса, Алиса, Что же ты наделала? Нет, нет, Все было совсем не так. Что же я натворил? Я ничего не сделала. Я... Я во всем виновата. Алиса винила себя в смерти родителей и сестры. Она не могла поверить в это, Хотя все указывало на нее. Мешала лишь одна маленькая мысль, Которую она никак не могла ухватить. Сквозь шум в голове Прорвались слова доктора. Забудь, Алиса, Ты должна это забыть. Ты должна слышать только мой голос. Я ведь хочу тебе помочь. Мысли кружились в голове Алисы. Но тут Наступило пять часов И пришла пора пить чай. Алиса, Это Дештайвит. Дештайвит. Это Алиса. Алиса, Закрой гештальт. Слова доктора не помогали. А наоборот, Делали еще хуже. Ей хотелось только одного, Чтобы это все поскорее закончилось. И тут Алиса закричала. От этого крика Все внутри ее сагон. И в наступившей тишине Алиса наконец вспомнила то, Что постоянно ускользало из ее памяти. Что в ночь, когда сгорел ее дом, Перед самым пожаром она видела в коридоре Смутно знакомую фигуру. Это были вы, доктор, Той ночью, когда сгорел мой дом. Это вы их сожгли. Теперь я все вспомнил. И вы напрасно пытались заставить меня все забыть, Сказала Алиса. Алиса, маленькая сумасшедшая дурочка. Кому поверить тебе или мне, Уважаемому, респектабельному человеку. За мной стоят очень сильные люди, А за тобой, за тобой никого нет, Сказал доктор. Алиса. И так мне намного лучше. Алиса.